Здарова! Это обзор Атмо Порк, я Трэш и Андроид Шерик. И начнём мы, как обычно, с ваших заказов на топы. Подписчик с ником Юрик Юрик попросил составить топ самых сложных игр. Я бы сказал, это самый сложный топ, так как подобных игр на Андроид просто куча. Так что я составлю топ, основанный скорее на пригорании собственного зада. А пригорит ли у вас, уже зависит не от меня. Пивот – это очень хардовая аркада, в которой по извилистому пути движется точка, а вокруг её оси крутится шар, которым тебе необходимо увиливать от всякого рода препятствий. Естественно, темп игры и количество препятствий возрастает с каждой секундой. Дуэт довольно схожа с пивот, по идее и геймплею. Только вот по оси движутся сразу два шара, и вращаются они одновременно. Через пару секунд игры ваш мозг испытывает невероятный диссонанс от происходящего. Ведь учитывать одновременно положение двух точек крайне сложно. Про игру 6V, наверное, слышали все. Да, как и Dark Souls, её можно пройти. Но сложность игры зависит не только от невозможности её прохождения. Когда у тебя есть финальная цель, и ты вынужден заставлять себя страдать снова и снова ради неё, это ужасно. Попробуй собрать всех членов экипажа в измерении, где физика работает по совершенно другим правилам. Супер Хексагон — игра, которая может вызвать эпилептические припадки. Ты должен как можно дольше провести треугольник через постоянно вращающийся шестиугольник под динамическую музыку и смену цветовой палитры. Через 10 минут игры ещё и в такую жару можно пустить пену изо рта. Ну и последний представитель страданий мобильных геймеров — это, конечно же, Флаппи Бёрн. Постоянно падающая птица, которую нужно провести через как можно большее количество трупов. Что может бесить больше, чем элементарно топорный геймплей и собственная криворукость? Хочешь пожарить яичницу, но нет сковородки под рукой? Положи её на свой раскалённый зад во время игры! Для тех, у кого слабо устройство, или кому захотелось узнать о чём-нибудь хорошем, что он мог пропустить или позабыть, я предлагаю отправиться вперёд в прошлое. Я уже совсем позабыл о жестокой, пошлой, смешной и брутальной аркаде 2013 года под названием Hell Yeah! Я думаю, и вы будете рады вспомнить. Принц Ада Заяц испытывает невообразимую страсть к утятам. Но однажды папарацци застукивают их вместе, и Астернет разгромился скандалом. Что же делать, если все узнали твой секрет? Правильно, убить всех! Боже, как же я обожаю эту игру! Невероятно весёлый сюжет, великолепная графика, 60 уровней с крутыми и неадекватными боссами. Что может быть круче? А сейчас давайте узнаем, какая игра стала лучшей на этой неделе. Или, вернее, даже будет сказать игры. Дело в том, что на этой неделе вышли целых две игры, о выходе которых я просто не могу не сообщить. Встречайте продолжение замечательных аркад Badland и Skyforce. Badland 2 стало ещё красочнее, интереснее и больше. Теперь по уровням можно перемещаться в любом направлении. Появились новые виды препятствий, головломок и противников. А главное, кооперативный режим никуда не делся. А вот в Skyforce Reloaded кооперативчик бы не помешал. Вместе с друзьями проходить такую игру было бы ещё веселее. Но и на том спасибо. Обновлённые уровни, графика, боссы и эффекты доставляют уйму удовольствия и новых впечатлений. А сюжетная кампания добавляет дополнительный интерес к прохождению. Ну а сейчас давайте же узнаем, что должно выйти на Android в ближайшем будущем. Лично меня заинтересовал двухкнопочный футуристический шутер от создателей Crimson Land. От вас потребуется просто проходить кучу уровней, отстреливая монстров, используя огромный арсенал оружия. Так чем же она так интересна? Ну, во-первых, эти уровни генерируются сами. Во-вторых, они полностью разрушаемы. В-третьих, тут великолепная неоновая графика. А самое главное, возможность проходить игру в кооперативном режиме до четверых игроков. Каждый из которых отличается по классу и способностям. Давненько на Android не выходила клёвой игры, в которую можно порубиться с друзьями. Ну и под конец, поднимите себе настроение с занятным трэшем. It's alive, it's alive, it's alive! Однажды безумный профессор, одержимый созданием нового вида жизни, построил машину времени, чтобы отправить настоящее в прошлое. Именно таким странным стечением обстоятельств в эру динозавров попала курица. В Run Time Chicken тебя ждет долгий побег от голодного тирекса и птеродактиля, шесть куриных мутаций, куриная прокачка и куча настроек, позволяющих создать своего куриного монстра. Сможешь ли ты эволюционировать и вернуться домой целой и невредимой цыпой или канешь в лету вместе с остальными динозаврами, зависит только от твоих лап. А на сегодня это все. Ставь лайк, делись видео с друзьями, качай игры с нашего сайта бесплатно и не забывай подписываться на наш канал. До скорого! И про печенюшки не забудь! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok